эту чудо маску я приобрел в непале задолго до коронавируса кто бы мог подумать что в 2020 году маска станет главным трендом года ну понятное дело первыми на символ эпохи отреагировала индустрия моды на неделе моды в париже 20 февраля модели вышли на подиум в масках от коронавируса за моделями и дизайнерами от кутюр подтянулись блогеры точнее сказать не блогеры а инстаграм блогерши маски вместо белья самые голые фото блогеров на карантине так называлась подборка этих фото в космополитене не осталось стороне и порноиндустрия по запросу коронавирус на порнохабе появляется более ста роликов где маски юзаются похлеще чем у инстаграм блогерш маска как лакмусовая бумажка по отношению к этому реквизиту можно очень много сказать о человеке прекрасно эта тема раскрывается на примере первых лиц различных государств одной из первых знаковых персон кого мировая общественность могла лицезреть в маске был президент франции эммануэль макрон разгар пандемии в европе он регулярно появлялся на публике используя это защитное средство уже 25 марта он прибыл военный госпиталь в мелузи где ему выдали респиратор главы демократических стран вообще быстро отреагировали на этот общественный запрос 3 июля перед заседанием бундесрата канцлер германии ангела меркель впервые с начала пандемии ковид 19 публично надела защитную маску на черной маске изображен логотип председательства фрг в ес а вот фото сделанное 20 марта где премьер-министр чехии андрей бабиш посетил загородную резиденцию президента республики милоша зэмана такие фото смотрятся как манифест социальной ответственности которую гордо несут лидеры демократических государств вот так ответственно и уважительно относятся к своим согражданам владимир зеленский и как много можно сказать о президенте казахстана косым жимар такаеве просто взглянув на это фото а вот трендовые альфа-самцы современности очень не любят надевать на себя маски видимо на подсознательном уровне маска напоминает им намордник и ассоциируется с ограничением их полномочий президент америки очень долго увиливал отношения маски впервые появился в ней лишь 11 июля долго сопротивлялся ношению маски и президент бразилии жаир балсонару в начале пандемии он отказался надевать маску в общественных местах не хотел бразилии вводить карантин ну пока сам не заболел пришлось прогнуться под изменчивый мир и президенту юар сериалу рама фосе обратите внимание как мучается человек надевая маску в прямом эфире сразу видно что приходится ему это делать впервые в жизни пока так и не удалось общественности россии беларуси увидеть своих кормчих в маске одеть шлем там хоккейный для них не вопрос но маску как недавно рассказал президент беларуси коронавирус он перенес на ногах то есть активно ездил общался с людьми без маски понятное дело наверное нелегко было принять решение одеть маску поводырю туркменского народа берды мухамедову горбангулы мялик гулыевичу пикантность ситуации в том что официально коронавируса в туркмении нет но туркменские ученые обязали население надевать маски в этот период из-за пыли на фото туркмен баши ловит рыбу 1 но если такой уважаемый в туркмении человек появился в маске уверен маску от пыли могут надеть даже рыбы до недавнего времени официально коронавируса в северной корее тоже не было но недавно этой ужасной заразе удалось пробраться в северную корею из китая и вот внимание самый несгибаемый правитель современности товарищ кин чэн ин предстал перед северокорейским народом в маске сто процентов маски с нами надолго уверен что поводов их надевать в будущем у нас будет очень много уверен что если бы не коронавирус то подходящий повод нашелся бы все равно это и то что люди скапливаются все плотнее друг другу в городах и проблемы связанные с экологией но главная причина в том что маска на лице это прекрасная возможность человеку спрятаться одному потому что так удобнее совершать противоправные действия другому чтобы не попасть публичное поле и не перестать в невыгодном свете ну пригласил допустим босс свою секретаршу в кинотеатр одели оба масочки и не попали в светскую хронику в инстаграм многие горожане и так в публичных местах существуют уткнувшись в мобильные телефоны и маска тут прекрасная возможность еще меньше контактировать с реальностью я так думаю